Малышки, всем я Квас и я рад приветствовать вас на своём канале. Сегодня у нас Рэйч 2, наконец-то. Наконец-то я добрался до этой фигни. И, честно говоря, меня она разочаровала уже в самом начале. У меня, к сожалению, пока нет карты видеозахвата. Я пользуюсь софтварными способами, в частности ОБСкой. И ОБСка её не видит. Вот ты хоть ты тресни. И есть только один вариант, как заставить её, сука, работать. Включить игру в оконном режиме. Даже в оконном режиме не без рамок, а с рамками. Замечательно. Просто лишних пикселей у меня теперь нет на экране. Ужасно. Просто ужасно. Ну ладно, не об этом речь. Рэйч 2. Давно я её ждал. После выхода первой части я думал, когда же, когда же выйдет вторая часть. А она всё не выходит и не выходит. И даже была мысль, что никогда и не выйдет. В итоге она всё-таки вышла. Единственное, немного она странновато наверняка получилась. Отзывы я уже посмотрел. Точнее, не посмотрел, а увидел, что отзывы не очень хорошие о ней. Но не знаю, не знаю. Этот год вообще очень достаточно странный. Все игры, как на подбор, все одинаковые. Borderlands 3. Far Cry New Dawn. Just Cast 4. Сейчас теперь Рэйч 2. Все постапокалипсис. Все с розовыми тонами. Все с непонятными пушками. С какой-то хернёй непонятной. В Рэйч 2 вообще читы добавили. Возвращаемся в 90-е, когда разработчики сами давали читы игрокам. Это очень странно. Ещё что тоже странно. И я думаю, что это будет не очень приятно. К сожалению, Рэйч 2 будет очень похож на Just Cast 4. Потому что они используют один и тот же движок Apex. От Avalanche Studio. Ну, такое себе. Ну, и, естественно, новость, поразившая меня. Эта игрушка появилась на Торренте раньше, чем в Стиме. Потому что беседочка лопахнулась, лопухнулась и сделала подставу. И Денуа не защитила. Это ужасно. Это просто ужасно. Это бляха-муха. Ну, прям печаль. Ладно, хрен с ним. Разбираемся. Рэйч 2. Мне интересно, что здесь происходит. И хрен с ним на оценки других пользователей. Главное, какая оценка у меня. Мне иногда нравится полное говно. Окей, давайте начнем новую игру. Выберем, наверное, нормальной. И посмотрим. Радует, что хотя бы русский язык завезли. Потому что в Borderlands 3 русского языка не будет. В озвучке. Мы строили такие планы на эту планету. Наша земля была столь милосердно очищенными. Почему картинка так лагает? Да, при том, что у меня 60 фпс. Это вообще как? Как много у нас было планов. И все их сорвал один человек. Николас Рейн. Одним нажатием кнопки наслежили будущего. Появились ковчеги. Экосферы посыпались на землю раньше, чем было положено. Они снова посеяли жизнь в бесплодных пустошах. Снова запустили жизненный цикл. А ведь это была прерогатива нашего вида. Наши планы были сорваны наивными, нахальными плебеями. Плебеи не дали нам очистить ослабевший вид. Они отказались от нашей помощи. Предпочли спасать свою жалкую, никчемную жизнь ценой будущего всего вида. Верх эгоизма. Думали, что победили нас. Мы сами позволили им так думать. Но мы ушли под землю. Мы следили за их распрями, за их глупыми войнами, за детскими играми в наведении порядка. Мы набирали сил. Наша наука, наши знания, богатый опыт, все было подчинено единой цели. Хирургической ликвидацией слабых. Человек переродился. Мы уничтожим их оборону. Захватим их поселения. Захватим ковчеги. Сегодня мы сравняем с землей их ничтожные города. Сегодня мы начнем великую зачистку. Сегодня будет возрождено правительство. Слушайте, в видео вставке такое ощущение, что делал один и тот же человек. Ну реально дерьмовое качество. Выбрать персонажа. Винланд. А тебя как зовут? Не, я буду за парня играть. Я не хочу за... 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 Снарягу. Так. А это что? Все? Только пистолетик? Паршивый. Так, ну... О, вот это дело. Защищаю вход. Ну блин. Не дали нажать. Ну, Лили, я в него метил. А ты не спи на саду, Уокер. Лили, она мне как сестра родная. Мы выросли в Винланде. Механик инженера, бывающим сержантом. 23 года. А я... Семь лет службы в армии. Нет матери. Ничего, и на твою долю хватит. Говорю тебе. Ну, с волосами получше. Я так смотрю. Ладно. Тогда чего мы ждем-то? Благо, субтитры не нужны. Прямо. Ой. Я сейчас. О, господи. Ой. Ой. Какой-то страшный чувак. Чуть не насмерть? Не дождутся. Будет трудно вести счет. У меня плохо с цифрами. Эх, ты чёрт. Уже иду. Лили со мной. Жерсти отправили предупредить другие поселения. Значит, всё серьёзно. Парации передали. Такой мощной атаки ещё не бывало. Я серьёзно. Чего мы ждём? Ну, вроде бы. Пошли, заработаем по медальке. Вроде, пока. Пока, вроде, всё адекватно. Чё-то я сейчас использовать, если я вас понял. Где этот чёрт вылез? Ой, ёпт, твою мать. Это бляха-муха. Какого? Это рейнджер. Я знаю, кто это. Жерсти. Ха-ха-ха-ха. Оу. Вот жесть. Башку ему отгрыз. Бедный рейнджер, Джерси. Медицина тут бессильна. Думаете? Сейчас или никогда. Оу, жесть. Мама тебя потом разорвёт за эту броню. Тут внутри ещё очень много Джерси. А что делать? Выбора нет. О, охренеть. Это даже круче, чем я думал. Чё, руку надевает, что ли? Ну вот хоть автоматик дадут. Пистолет, конечно, топа. Топчик, в смысле. Лили, ты нужна в храже. Локер, бегом во двор. Значит, я сам по себе. И... В смысле? Иду. Эй, Уокер, сержант мамочка ждёт тебя во дворе. Шевелись. Оу. Это было дико. Какая-то ракета прям. Крыло-палка. С другим оружием. G. Блин. Ай. Мне нравится, когда черепушки появляются над местом, где я убил кого-то. Да ёб твою мать. Дай мне бросить крыло-палку. И чё, ну бросил я, и чё? Мама всё оттягивала момент, когда ты наденешь броню. Думаешь зря? Завидуешь, Фили? Филтрит непонятный. Я стала бы самым юным рейнджером в истории, если бы не эта герня одна на третьеме. Да ёб. Я пока только вижу будущие трупы. Таак. Держитесь, скоро буду. Даже не знаю, где меня носят. Пока что-то не очень понятно. Как этой фигней пользоваться? Файя, Фатун. Чё ты тут разлеглась? Воу. Это было жёстко. Помнишь, что в Академии рассказывали про рейнджерскую броню? Врубай форсаж, когда он зарядится, и покроши врагов в капусту. Окей. Так, всякие люди непонятны. Выйди во двор. Да я всегда. Убивайте врагов одного за другим, чтобы зарядить форсаж. Если форсаж полностью заряжен, нажмите В. Пока действует форс... Фуё. Форсаж вглубь восстанавливайте здоровье. Офигеть! Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. господи да ладно использование лестницы через е вы чё вообще о чем ребята это вообще как так-то фу-фу-фу-фу тетя проули герой войны рейнджер и всем пример особенно для лили когда мои родители умерли простила меня скажу вам прямо это сержант а не мамочка что указаний иди сюда это броня джерси джерси погиб мы кто напялил его броню тот делает его работу ты что за хрень ничего принимаешь что-ли махину тем проще целиться не может быть он же мертв генерал кросс куда они стреляют мне даже интересно в туловище сколько же он весит генерал кросс большой злодей глава правительства призрак прошлого которым пугали непослушных детей вроде меня не знаю бредит проули или он правда жив знаю одно если жив я эту беду поправлю назад это приказ слышишь что-то из них повылетала все через задницу ну знаете я рад хотя бы тоже главный герой у нас военный я думал пощадить всех уроженцев ковчега ну в целях экспериментов но для тебя сделай исключение по старой памяти ведь именно твоя никчемность и сохранила мне когда-то жизнь так попробуем тебя завести что творишь я же сознание ты-то да а твой новый костюмчик надо было встряхнуть пиздец значит это все все что осталось выживших пара десятков мы еще разбираем завал я видел проули генерал кросс он он ее убил убил мою мать не знаю как но мы их остановим я своими руками сверну шею этому увечному мерзавцу если честно я никогда не верила что правительство вернется они вернулись и нам надо что-то делать мать знала что делать и рейнджеры тоже погоди-ка их файлы их записи они хранятся на заставе главном штабе рейнджеров ты совсем туда можно только рейнджером лили послушай я последний рейнджер охренеть а ведь правда пойти заставу окей что это отчет рейнджера подкрепление для защитки логово бандит оккупировали окей да там под взят хорошо посмотрим что тут есть у нас еще пока ничего такого особенного я не вижу здесь но я так понимаю теперь мы должны будем восстанавливать это тут всю фигню который тут есть так потеряна заправка так окей еще плюс десять да это конечно лютый пипец был но меня пока все еще расстраивает внешний вид игры я играю на ультра при том что мой компьютер по идее не должен тянуть такое ну по идее такая у меня идея странная и прям беда какая-то ребята прям беда так проу для проекте наследие интендант это сообщение содержит информацию проекте наследие если я погибла передать ее следующему по старшему цель проекта забрать старых ковчегов оружие которое было законсервировано в них во время войны с правительством такое оружие и нано-тритовые штаммы способны существенно расширить возможности любого рейнчера какие я тебя понял сейчас походим чё пособираем есть провода нам искать не нужно будет лутаться тут еще придется на кстати вот до топпады он не показывает этот прицел и это прям пистолетные патроны ну кстати приятно что трупы остались обычно трупы куда-то пропадают после какой-то такой подобной ситуации надеюсь ты мне что нибудь оставила проули надеюсь вторжение активирован протокол безопасности заставы назовите имя, звание и цель визита капрал локер, крысиный дозор я пришел за сведениями о своей о сержанте рейнджеров эрвине проули запрос обрабатывается, отмена протокола ёб твою мать уокер если ты видишь это послание нас бы требовали сильнее обычного скорее всего я мертва, а виллу разрушен это также значит, что ты последний рейнджер правительство вернулось и его надо остановить все эти годы я не давала тебе присоединиться к рейнджерам я предвидела, что они и старшие могут стать мишенью надеялась, что ты вышедешь ты мое секретное оружие прости, что не говорила тебе все правды я даю тебе доступ к главному ковчегу вилланда и всем его технологиям нехрена вся старый поросильник я, твои родители все старшие лежали там несколько веков как замороженные куриные тушки а потом восстали и надрали правительству задницу в ковчеге есть распределитель IT сертификатов считай его моим подарком это устройство активирует нанотрита в крови и дает тебе сверхчеловеческие способности иначе не скажешь войди в ковчег и включи устройство сейчас узнаем, что ты для меня припасла призрак проули вот так вот, да? ну, понятненько ковчеги исключительно ценные объекты которые могут содержать в себе оружие ковчега и нанотритовые способности ищите ковчеги в пустошах они помогут вам стать сильнее чтобы открыть ковчег подойдите к нему встаньте лицом в бюлере потом используйте концентрацию зажаров контрол пожалуйста, подойдите ближе для досмотра досмотр завершён добро пожаловать в ковчег 401А засунуть руку в подозрительную дыру и надеяться на лучшее ну, была не была оптимист добро пожаловать в камеру симулятора здесь вы научитесь использовать оружие ковчега и полученные ID сертификаты вы установили ID сертификат рывок рывок позволяет уклоняться от атак противника пока он действует в вас сложнее попасть эффект затемнения интересный используйте нанотриты в нужном направлении хорошо повторите еще раз очень хорошо симулятор научит вас использовать ID сертификат рывок для уклонения от вражеского огня ммм мм 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 ох ешкинка это повторите и еще раз жуть горшков неудачно еще раз нуяяяяяяяяяя гаршков теперь вы знаете как использовать ID сертификат рывок ужасно ahor京 Я не хочу такое говно проходить каждый раз. О, господи. А кусаться вот так было обязательно? Возвращайся в главный зал. Я должна ещё кое-что сказать. Как странно получать приказы от мёртвой тётушки. Ещё и Фоллач туда примесили. В конце концов, несколько лидеров сопротивления объединились и создали проект «Кинжон». Его цель — уничтожить правительство. Окончательно. Правительство унесло тяжёлые потери, но мы не верили, что оно просто возьмёт и исчезнет. И мы знали, что в распоряжении генерала Кросса есть технология, дающая что-то вроде смерти. Когда Винланд изолировался от чужаков, закрылся и проект «Кинжон». Но я кое о чём договорилась с остальными его основателями. Их трое. Первый — Джон Маршал из «Ствала». Закалённый и практичный старый вояков. Он первым выступил против правительства. Он лучше всех разбирается в технологиях и швионашингах. Его навыки помогут тебе скрыться от глаз правительства. Вторая — Лузам Хагар из «Источника». Дочь героя войны Дэна Хагар. Начинала как рядовой боец. Теперь стала мэром крупнейшего города Пустры. У неё есть военный транспорт, а это бесценно. Наконец, доктор Антон Квассир. Правительственный учёный, перешедший к повстанцам. Никто не разбирается в мутантах и нанотвитовых технологиях лучше него. Его знания краеугольниками проекта «Кинжон». У тебя наверняка остались вопросы. Часть ответов ты отыщешь в компьютере твоего бронекостюма. Удачи тебе. Рейджер, Оке. Прикол. Так, хорошо. Вот чёрт. То есть ты решила переложить всё это на мои плечи и свалить в закат? Да, тётушка Праули? Хм. Что ж, похоже, теперь вся надежда на меня. Это же замечательно. Это же прекрасно. Ой, кто-то же должен что-то сделать. Лили, мне нужно разыскать троих. Джона Маршалла, доктора Квассира и Лузам Хагар. Они участники проекта «Кинжал», направленного против правительства. Ничего себе задание. Да, твоя матушка и после смерти не мелочится. Не смешно, Уокер. Прости, Лили. Слушай, я готов отправиться в пустоши. У меня есть как раз то, что нужно. Приходи. Классно, что ты разговариваешь, не открывая рот. Ну, у меня целая тонна идей. И с твоей помощью мы эти проекты реализуем. Это нужно для твоего выживания в пустошах. Для начала добудем тебе тачку. Добро пожаловать на экран проекта. Здесь вы можете обменять работу на очки проекта на проекты, которые так или иначе вам будут полезны. Сейчас доступны только базовые. Просмотр проектов. Меню транспорта. Это первый проект, который вы можете приобрести. Он подарит вам вашу первую машину. Феникс. Меню транспорта дает доступ к улучшениям техники и позволяет в любой момент вызвать машину. Купите меню транспорта, выбрав его и нажав F. Прекрасно, теперь у вас есть меню транспорта. В него можно войти через общее меню. Чтобы получить очки проекта, проходите локацию, выполняйте занятия в пустошах. Занятия. Не задание, а занятия. Сука, кто переводил? Кто? Покажите пальцем, кто локализацию делал. Транспорт, множитель форсажа. Траектория полета гранаты. Перезарядка при форсаже. Расширение меню транспорта. Возможность хранить в меню транспорта не только машины ковчега. Еб-б-б-к. Оружие. Потратить на второй уровень. Бронебойные патроны. Оно не тыкается, поэтому боевой дробайк. Умный ракетомет. Грабс ап. Спотыкушка. Револьверный огненный смерч. Гиперпружка. Заряженная энергопушка. Гравитон. Ага. Дефириляция. Баррер. Спринт. Вихрь. Прикольно. Здоровое тело. Защита от пул. Понятно. Концентрация. Увеличивает радиус. Понятно. Форсаж. Ага. Удар сверху. Рывок. Рывок затрудняет прицеливание в вас. Шанс. Ну. И как-то. Такое себе. Так. Снаряжение. Крылопалка. Крылопалки летят так же, как померанг. Крылопалки изгодавляются из компонентов. Дает шанс на рикошет. Дает шанс то, что вонзится в цель и взорвется. Укрепляет крылопалку. Ага. Понятно. А. Понятно. Они у нас. Еще можно. Внешний вид менять. Так. Хорошо. А. Граната. Так. Гранаты изготавливаются. Радиус поражения. Граната наносят. При попадании противника в сторону разлетается несколько гранат. поменьше. Ну. Это прикольно. Заряд здоровья. Заряд форсажа. Заряд способности. Беспилотный турель. Хм. Это прикольно. Материалы. Угу. Так. Журнал. Эх. Их тоже покачивать надо. Твою мать. Так. Ковчеги. Карта. Давайте посмотрим карту. Ну. Это другое дело. Честно говоря. Это даже очень хорошо. Я так понимаю. Ковчег. Уровень врага. Эээ. Два. Сундуки ковчегов. Один. Контейнеры. Один. Ну. Это мне известно. Я так понимаю. Ковчеги. Ущелье. Пилошеев. Уничтожьте всех хмырей. Окей. А это че? Чтобы контролировать территорию, держать противников, нужна скорость. Тому, кто хочет напасть на шайку, логичнее всего строить засаду на автобазе, ведь машина. Угу. А вот оно че? Окей. Мне пора. Угу. Добро пожаловать. Ээээ. Так. Выбрать. Эээ. Так. Доступни. Окей. Смотри. Новенький рейджер. Я? Феникс. Да, я знаю, что круто выгляжу, но еду я ищу. Еще лучше. Ну что? Поехали кататься. Как стрелять? О. Проходить. Конечно. Я хочу просто покататься. Чтоб понять, че тут есть. Че это сейчас было. Торговец бродячий. Я говорливый Гарсия. Торговец, путешественник, продавец изысканных товаров. Не утаи же, кто ты? Эээ, Уокер. А мы и дальше так будем говорить? Ха-ха-ха. Безусловно. Ага. Питьеватая речь приз... Я вас понял. Уотержи на газ. Еще разговорчивые. Включен режим ожидания. Еще разговорчивые персонажи. Тут, в смысле, разговорчивые машины. Да. Видите. Что-то тут какая-то война проходит непонятная. Враг моего врага. Так, подожди-ка. Тут какой-то вопросительный знак у меня. Желаю удачи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 311 это наверно там наверху какой вероятность никакой черти какие-то непонятные ой ой хорошо и четвертый уровень нам пока жирно активируется туда можно желаю удачи мои индикаторы реагируют на какой-то сигнал это аркте да свой костюм рассчитан на то чтобы принимать сигналы старой техники возможно рядом старый ковчег если его никто не трогал внутри будет оружие и техника тебе нужно в него заглянуть второй уровень я думаю нормально будет пока ничего не подказывает называют какие тут странные видите кого я пока нет я keinen это я я я я Транно. Мне не нравится этот звук. И почему я так и думал? Что это вообще? Так, ща, он побахнет. Пожалуйста, подождите ближе для досмотра. Так, хорошо, и что мне делать с этим? Более того, я не понимаю, что это за фигня. Да ёб твою мать, хер ли ты вываливаешься? И чё, а вот, вот я и запрыгнул. Ну-ка. О, вот оно чё. Ну ладно, тут три дата пада, я пока ни одного не заметил. Чё-то никого нету, да? Ну-ну. Вы установили ID сертификат «Тихрь». Этот сертификат позволяет генерировать движущееся силовое поле, которое может ловить врагов и поднимать вас. О-у-у. Нажмите икон... А, зажмите Ctrl и R. А, вот оно чё. Ещё. Ну, прикольно, в принципе. Вы закончили? Да? Используйте вихрь, чтобы добраться до указанной точки. Угу. Ну, кстати, это неплохая музыка. Теперь вы знаете, как использовать ID сертификат «Вихрь». Слава богу. Спасибо, научили. А я думал, что это какая-то фигня. Я её, видите, даже обходил. Ну, оказывается, нормально. Через Ctrl, правда, как-то неудобно сделано. Кроме того, что надо чё-то зажать. Так, 120 баксов мы получили. А-а-а. 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 Я вас понял. Мы тоже прокачали. Вы получили очко проекта. Очки проекта можно тратить. Откройте. Там в Ковчеге было полно крутой снаряги. Да, знаю. И мне завидно. Так что будь другом. Придержи свои восторги. Так. Желаю вам возвратить цивилизацию, рейнджер-мокер. Ни хера себе. Это было жёстко. Чё так канаёбит нашего персонажа? Смотри, погнал вообще. Без рук, без рук. А где ручки? Вот они. Чё так канаёбит, я не понимаю. Ха-а-а. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-х! Да ладно. То есть когда я падал в первый раз, нормально, я выжил. для начал кстати сундук ковчега модификация оружия позволяет улучшать оружие ищите модификацию в наличии 0 так оружие фильтрит на улучшение я вас понял сундуках всегда находится ценная добыча с помощью которой можно улучшить наши ваши способности оружия и вас самих ищите сундуки чтобы вот так вы выглядите да товарищ ящик как может он еще подсвечивается сундук ковчегов у нас все нашли оружие двадцать пять из двухсот пятидесяти здесь тоже пока все пока глухо по проектам чё нас талаги такие так проекты маршала гнездо мутатов электрокузница бандитского голова кнезда крушители захватить и удержать 500 метров базовым это чё у нас возможность увеличить максимальное множество форсажа возможность мгновенно перезарядить не только машины ковчега мне вот это и вот это остальное пока такой себе это кривой этот персонаж честно говоря я конечно очень неправ что я делаю так нужно было пользоваться это вот как это делается когда-то под так васир так у нее достаточно ресурсов туда-сюда еще один контейнер и 2 до дата пада и а а а а а а а а я тебя убиваю вот черт еще дата под так с местом проведения перчатка теряны так хорошо что еще видел так кто-нибудь в коробочке видит я пока нет двойного прыжка не хватает честно говоря я бы понятно как удар делать f чуть-чуть по какие-то вообще дичайшие просто честно говоря даже немного напрягает спора мутанта господи еще эти споры должен собирать охренительно просто где-то еще у нас дата под должен быть один но я вроде больше не видел лютый пипендрос вообще больше ничего нету да хорошо транспорт за 10 баксов можно транспорт вызвать замечательно всего же транспорта я за деньги должны вызывать бал ну кстати деревья тут ломаются на удивление так чек разобрались карту можно так открыть можно остались только датапады неизвестные мне это у нас что по что у меня аж второй уровень с квасиром все сошлось тут уж пятый уровень врага так тут тоже у нас неизвестная лока давай вот так вот поставим точку ох ты это я уже такие стрелочки видел там город разбитая смотрю в авто в в в servo в в в торговый город торговый город а дальше торговый город торговый город это какой это город не этот я понял нам нужно источник топе ствол короче нужно где-то найти торговый город и тогда это машина будет наше я вас понял как она хреновый едет какая она шальная пройдемся немножко пешком даже интересно тут у нас же есть захват башни давайте попробуем бахнуть все странно что персонаж бесконечно долго может бегать вообще потихо то надо тут от забраться да ничего не придумаем то он бежит и бежит я вот жму на shift ему вообще пофиг он готов по моему бежать и вечность не вариант вариант конечно только по ходу зря так мы вот это дело пометим ликвидировать стражевую башню почти 350 даже больше балбосиков получим он у нас стоит я понял тебя вызовем тачку нашу сюда вызвать невозможно на сюда кстати там какие-то улучшения есть на тачку до пулеметы безопасный режим безопасный режим не дает развалиться вашему средству передвижения взрыв чтобы зарегистрироваться подпустите понятненько крылатая ракета армированный кузов позволяет его держать больше урона катапульта вот это кстати неплохо прикольно флаги непонятно 20 миллиметровая пушка это замечательно нано покрытие еще больше урона минометки к это вообще замечательно и пока вроде бы все но нам пока устанавливать все равно пока нечего ну боеприпасов боеприпасы если можно найти в различных локациях или купить так тогда у меня возникает вопрос а как эту шансы убивать включен режим ожидания а а я нашел ну вот тогда-то на хера ты Ну? так ликвидировали вот это жестко мы вот это мы вообще круто нагнули редкий сердечник ковчега доставьте его кибер доктору кибер доктору источника чтобы установить себе превращение ищите сердечники из ковчега в сундуках ковчегах а также у торговцев сторожевых башнях и в хлама роботах сторожевая башня больше не опасно отлично в таких башнях бывает бесценная старая техника забери все что сможешь замечательно дерзкие мы с вами давай так понимание попасть он тоже как как мы удачно попали сюда а что это сейчас за зубов так пошли-ка сходим отсюда просто даже интересно мы тут были транспорт можно активируется так начаться я сейчас поставлю сейчас посмотрим доедем точнее там остановимся и подумаем что делать дальше мне нравится что здесь здесь физика такая вот разрушение то чего не хватало час госу 4 там это все как-то убрали зачем-то я не знаю зачем это убирали наоборот нужно было добавить даже больше здесь можно деревья ломать здесь можно это ломать все что угодно можно здесь ломать и это прям круто на самом деле в принципе оружие в принципе оружие неплохое но такое себе сюжет пока не очень понятен но вот мне не нравится внешнее окружение вот честно эти игры вот что джаз кож 4 что рейдж 2 они они не тянут на игру 2019 года 2017 2019 года они не тянут они устаревшие я не знаю с чем это связано что интересно мне нравится здесь стабильность при всех взрывах посеет этой фигни у меня около 60 фпс там 59 60 вот такой вот это связано с тем что здесь используется api вулкан не directx не opengl opencl этот вулкан он одинаково хорошо работает на linux на mac osc и на windows и это замечательно минус только в одном вулкан api официально по крайней мере я еще не видел об этом новости не поддерживается официально не поддерживается обеской поэтому вулфулштейн который вышел год или два года назад я не смог записать потому что он не поддерживается он не определяет это окно и приходится вот так заморачиваются с окном в окне с рамками там подобное это неудобно это неприятно более того обеска зависает если записывать больше часа и это неприятно хочется все-таки играть как комфортно красиво ну к сожалению никак возможно это решает видеокарта захвата но таковой пока нету вот ну и вулкан он сам по себе пока такая темная лошадка пока неизвестно как и что и вставляет его абы куда и абы как вот к сожалению надеюсь что в будущем это изменится тем более что это открытая платформа они закрыты и уж могли был бы ска сделать нормально но вот все форки обески не работают с вулканом никак вообще вот через задницу вот я не знаю чем это связано вот как-то так я думаю мы с вами продолжим дальше играться только чуточку попозже сейчас мы с вами остановимся здесь побегаем еще по карте потому что карта на самом деле достаточно объемная и мы вот буквально вот проехали пару грубо говоря кварталов своеобразных и много тут всяких неизвестных локаций которые как мне кажется надо посетить и узнать что там да как вот ну и может быть заглянем с вами уже куда-нибудь по сюжетке чтобы можно было продвигаться дальше по прокачке нашего персонажа сколько у нас этих нано тритов 49 всего 6 каких-то запчастей и почти косарь баксов вот вихрь то вот лучше в вихрь прокачать вот на следующем уровне нужны 500 вот этих нано тритов или как они называются это это очень о да тут больше может прокачивать ребята можно больше ох восстановление вот восстановление это замечательно это у нас ослабление получает больше урона больше урона антигравитационное поле держится три с половиной пять секунд вот это замечательно соответственно он просто вперед и взлетает хер знает куда просто за замечательно бросок вот мне бросок интересно вот честно но тут пока неизвестно да его нельзя посмотреть пока у тебя нет они вкачаны а тут что у нас забыл оооо тут прям бонусов кинетический щит да нам тут надолго ребята надолго ну ладно это все слова не забывайте подписываться заходите ко мне в дискорд всем удачи и пока